Для меня на самом деле очень удивительно, что на территории этого уникального природного объекта скапливается так много мусора. То есть, если мы буквально заходим, проходим пять шагов, нас люди оставляют, к сожалению, мусор в виде бутылок, бычков и прочего. Для меня это очень печально. Ваня Попов прошелся по Луковой горе и уже спустя 15 минут насобирал пол пакета мусора. И это с учетом того, что вместе с ним территорию ландшафтного заказника прошерстили еще 20 человек. Это члены молодежного парламента и учащиеся школ и колледжей. Парни и девушки отмечают, они пришли навести марафет, чтобы поддержать чистоту в городе. Во-первых, надо начать с себя. Нужно понимать, что каждая бумажечка, которую ты кинешь на улице, потом может превратиться в огромную кучу. И это неблагоприятно влияет на экологию, а как известно, что многие катаклизмы связаны именно с халатностью человека. Провести время на свежем воздухе и насладиться красотами синевкой местным жителям станет еще приятней. Главное, чтобы они не забывали, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. На этом активисты не останавливаются. В планах парламента совместно с медиахолдингом «Бобруйское житё» реализовать еще один проект. В нем молодежь покажет свое видение города, но об этом позже. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.